Друзья, всем привет! 5 марта на дворе погодка просто сказочная, но посмотрите, а! Прекрасно! Все, кто подписан на инстаграм нашего канала, уже знают, о чем сегодня пойдет речь. Мы поговорим о Mazda 6, мы поговорим про Mazda 6, но мы не будем говорить за Mazda 6. Друзья, в этом видеоролике я расскажу вам кратко, какие комплектации есть по автомобилю, какие на них идут цены от официальных дилеров, какую прямую скидку вы можете получить за наличный расчет, какие подводные камни могут быть с трейдином, какие подводные камни могут быть с кредитом и какой кредит все-таки лучше выбрать, если вы будете покупать именно так. В общем, досмотрите этот видеоролик до конца, надеюсь, вам он будет полезен. Всем тем, кого я задолбал с Mazda 6, друзья, в ближайшее время мы снимем и другие ролики, поэтому пишите автомобиль, марку и модель, про которую вы хотели посмотреть альтернативный видеоролик. И в силу того, что на улице грязно, шумно, мокро, мы будем снимать у официального дилера Mazda автоспеццентра, это тот самый дилер, у которого я лично в 2015 году покупал автомобиль. Парни, я прекрасно понимаю, что многие скажут сейчас, ага, реклама, все продажное видео, сейчас что-то будет фалить, но для того, чтобы вы понимали, что все у нас объективно, прямо сейчас я вас познакомлю со спонсором данного выпуска, досмотрите до конца рекламу, вы просто офигеете, что люди придумают и как зарабатывают деньги. Мне пишет один из акционеров нашего канала и говорит, я тебе отправлю одну интересную посылочку, спустя неделю приходит ко мне вот такая коробка, рассказываю кратко предысторию, у него есть и отец, и он однозначно очень наблюдательный. Вот в такую погоду он обращал внимание, что люди останавливаются на заправках, делают различного рода пит-стопы и начинают протирать фары, начинают протирать стекла, начинают протирать закола грязной тряпкой, начинают тереть все это салфетками, при этом бросают салфетки тут же на асфальт, начинают все это вытирать, руки грязные, он думает, надо этот вопрос решить. Вот вы вдумайтесь, что он сделал. Ребята, вошер, по-другому по-русски, просто мойщик. Он взял пластиковую тару и совместил, можно сказать, скрестил ее со шкребтом. Здесь идет специальная штучка, пшикалка по-нашему называется. Как это дело работает? Что нужно сделать? Руки сейчас чистенькие, да, у меня. Поехали, потихоньку просто наносим этот вошер. Показываю, пожалуйста. Напрыскали, а дальше, ребята. Самое главное, горизонтально. Вот этот процесс мне больше всего нравится, когда потихонечку вот так вот, знаешь. А? Смотри-ка. Ставлю вошер. Обратите внимание, с него ничего не капает, и руки у меня чистые. В первую очередь, это ваша безопасность. Обзорность в автомобиле значит многое. Особенно, если в такую погоду вы отправитесь на трассу. Боковые зеркала тоже важный элемент. Но в силу того, что у меня седанчик, подлезть сюда не очень удобно, но тем не менее можно. То есть, ко всему можно примастыриться, но факт в том, что никакие вам салфетки больше не нужны. Все, что вам нужно, это вот этот маленький аккуратный бошер. И вот это чистящее средство с распылителем и водосгоном стоит от 140 до 300 рублей. Купить вы можете по всей России в крупных сетях, типа Ашан, Карусель, заправочные комплексы. Заезжайте, ищите в вашем городе на заправках. Если вы найдете вот это чистящее средство, они есть разные. Парни, вот раз попользуетесь, все, салфетки, тряпки просто-напросто забудьте. Все, кто хотят зарабатывать с ребятами, вы можете связаться с ними, закупать у них их в большом количестве и продавать в вашем городе. Друзья, мойщик или он же Вошер, ссылка ждет вас в описании или в любом магазине вашего города. Итак, мы с вами находимся за рабочим местом. Блондин его бесплатно арендовал. Ну, посмотрите, во-первых, салон после ремонта. И все те, кто были здесь раньше, отмечают то, что раньше был откровенный колхоз. Как вы знаете, Мазда 6 рвется в премиум. Во всех рекламных буклетах они отмечают, мы стали круче, мы стали богаче, мы стали серьезнее. Ну и, соответственно, салоны сейчас все Мазды переделывают примерно под такой стиль. Друзья, вся информация, которую я вам сейчас озвучу, будет актуальна на март-апрель 2019 года. Потому что в ближайшее время цены поднимать на автомобили не планируют. Давайте с вами начнем с комплектации. Самая базовая версия идет с двухлитровым мотором, 150 сил, шестиступенчатой автоматической коробкой передачи. Называется она Drive. Цена такого автомобиля в базовой версии 1 миллион 498 тысяч рублей с обычным цветом. Если же вы вдруг захотите цвет металлик, вам придется доплатить. Если же вы вдруг захотите специальные цвета машин грей или ред соул, вам тоже придется доплатить. Но этот автомобиль крайне непопулярен. Несмотря на то, что в стране кризис, очень мало денег, все лезут в кредиты, куда не приедешь, кому не позвонишь, комплектации Drive практически отсутствуют. А если приезжают, то они очень долго стоят. Как правило, люди все хотят взять машинку побогаче, подороже. Я вам отмечу, если пробежаться по комплектации, я вам скажу, что в ней есть на самом деле все самое необходимое. С точки зрения безопасности она очень хорошо укомплектована всеми вспомогательными системами. С точки зрения внешнего вида оптика тоже уже будет идти диодная. Но местами там, конечно, будет встречаться и галогеновый свет, например, в габаритах. Но по внешнему виду вы получаете вполне достойный автомобиль. Естественно, вы можете его сами доукомплектовать, поставить себе камеру заднего вида. Вы можете перешить салон. Сделать это возможно. Но спрос на такие автомобили крайне низкий. Что по цене спросите вы? Если покупать за наличный расчет, а я считаю, что это именно самая честная сделка, вы можете получить до 50-70 тысяч рублей. Это в лучшем случае, когда автомобиль стоит долго, вы нашли его, и дилер хочет его слить. Что такое слить? Как правило, когда дилерам привозят автомобили, никто не хочет, чтобы машина стояла месяц, два, три, четыре и того более. Если автомобиль стоит длинный срок, соответственно, поджимают сроки, его нужно скинуть. В таком случае, если вы найдете такого дилера, и такой автомобиль вам действительно может повезти, и вы можете забрать его с хорошей скидкой. И многих из нас интересует, какая же маржа на автомобиле Мазда. Парни, ну, эта информация, естественно, закрытая. Никто не хочет афишировать, сколько реально навар на каждой автомобиле. Это действительно стараются скрывать логисты и так далее. Но в целом, смотрите, по салону, когда вы приходите, до 7%, как правило, торг уместен. А до 7% это примерно до 150 тысяч рублей прямой скидки. Если же посмотреть напрямую от производителя, то там называют цифры маржи примерно до 15%, а это примерно 300 тысяч рублей. Но вы должны понимать, это не говорит о том, что, зная эти цифры, вы можете прийти к дилеру и пытаться на него наседать и говорить, скинь мне, скинь мне, это бизнес, все хотят заработать денег, а не просто скинуть вам автомобиль. Все скидки начинаются тогда, когда автомобилей очень много, они застоялись и их нужно раскидывать. Вторая комплектация с двигателем 2 литра идет актив. Она также включает в себя дополнительный пакет. Сама комплектация стоит 1 миллион 567 тысяч рублей. И она уже включает в себя ряд дополнительного оборудования. Так, например, многофункциональный дисплей с командором по управлению. Идет автоматическое дополнительное складывание боковых зеркал, датчик света, датчик дождя, круиз-контроль. То есть автомобиль становится куда привлекательнее на повседневную жизнь. Если мы выбираем автомобиль с дополнительным пакетом, он здесь один, он нам обойдется 1 миллион 607 тысяч рублей. И также мы доплачиваем за цвет. Что входит в этот пакет? Подогрев рулевого колеса, подогрев зоны щеток, датчики парковки спереди и сзади. На самом деле звучит так, что все это полезно и любой наверняка из вас захочет взять этот пакет. И так оно и есть. Эта комплектация очень популярна именно с этим пакетом. Данная комплектация на самом деле очень даже востребована. В силу того, что и стоит она уже практически 1 миллион 630 тысяч рублей с учетом цвета. Поэтому скидку на нее какую-то реально прямую получить очень сложно. Наверняка куда вы будете звонить, автомобили, как правило, уже будут идти с доп. оборудованием. В лучшем случае вам его сделают в подарок. Так, например, мы забирали этот автомобиль со скидкой в 26 тысяч рублей раз. Нам дали в подарок зимнюю резину. Два колеса здесь стоят 17-е на этой комплектации. И плюс ко всему на автомобиле было установлено дополнительное оборудование на сумму примерно 90 тысяч рублей. Но это по прайсу дилера. Тем не менее, скидку нам сделали автомобиль был 2019 года. Но скидка происходила, как вы понимаете, в конце месяца. Это действительно работает. Когда начинается месяц, план стоит. Все надеются, что будет все хорошо идти. Но в конце месяца, как показывает практика, действительно выгоднее покупать автомобиль. И третья комплектация это Supreme Plus. Наиболее интересная комплектация для этого мотора. Потому что автомобили становятся уже, в принципе, хорошо укомплектованы. Цена ее 1 миллион 826 тысяч рублей. И плюс также доплачиваем за цвет. Эта комплектация несет в себе три дополнительных пакета. Первый пакет делает ее немножко дешевле. За счет того, что не будет кожаного салона, не будет электропривода сидений. Цена составит 1 миллион 704 тысячи рублей. Второй пакет будет 1 миллион 880 тысяч рублей. Немножко дороже. И третий пакет 2 миллиона 26 тысяч рублей. Когда у вас в автомобиле будет на самом деле практически все. Самое главное, что по цене. Друзья, покупая такие автомобили, смело можно рассчитывать на 50-70 тысяч рублей скидку. Автомобили сегодня по Москве достаточно. В ближайшее время еще будут подвозить. Дилеров по Москве тоже много. И в силу этого между ними происходит конкурентная борьба. Все хотят продавать автомобили. Поэтому стоит на них наседать. Если же вы приходите и вам говорят, что скидок нет, ничего нет, ищите другие салоны. Выжидайте, звоните. Зайдя в салон, искать то, что я вот смотрел видео, там человек рассказывает, делают скидки. Так это не работает. К слову о том, как я собираю информацию по ценам. Зачем рассказывать, если вы можете посмотреть кратенький сюжет об этом. А тем временем мы с вами переносимся во времени. Сегодня среда, 27 февраля. И приехал я к одному из официальных дилеров Мазда на Ярославке. Да-да, друзья, Автомир. Здесь у меня есть один менеджер, через который я несколько раз уже покупал автомобиль. И у нас с ним, скажем так, деловые-дружеские отношения. Он знает, чем я занимаюсь. Я к нему сейчас приду, спрошу, какая ситуация, что им есть предложить по автомобилям. Таким образом, собираю информацию, кому-то позвоню, куда-то заеду. То есть, готовлю пищу для размышления. После чего анализирую и доставляю ее для вас абсолютно бесплатно. Мы с вами переходим к более мощной версии с мотором 2,5 литра. Очень часто люди задаются вопросом, какой же мотор брать, 2 литра или 2,5. Друзья, я вам скажу так, как бывший владелец, 2 литра это тот мотор, который настроен больше под экономию. Это как раз вот для горды, когда ты толкаешься по пробочкам, никуда не спешишь. Да и ты вообще не гонщик, не летчик, тебе это не надо, ведь повсюду камеры. 2,5 литра мотор настроен так, что ты, когда нажимаешь на педаль газа, она хотя бы начинает ехать. Вот честное слово вам говорю, вспоминая Мазду, 2 литра. Вот, чтобы она поехала, нужно притопить, либо нужно включать режим спорт. Поэтому, если вы не любите вот эту вот вялость, не хотите, чтобы ваш автомобиль был овощем, поэтому есть смысл рассматривать версию с 2,5 литра. Так, например, самая простая базовая версия Актив будет идти по цене 1 миллион 682 тысячи рублей. Сюда также входят те же цены за цвет. Здесь также есть дополнительный пакет с подогревом руля, подогревом зон щеток, датчиком парковки спереди-зади. Этот автомобиль вам обойдется с учетом хорошего интересного цвета примерно 1 миллион 750 тысяч рублей. На этой версии можно запросто сторговать 50-70 тысяч рублей. Как правило, цены на скидки плюс-минус одинаковые, потому что маржа по автомобилям везде раскидывается примерно равно. Но, естественно, когда мы дойдем до более дорогих версий, там скидочки будут поинтереснее. Следующая комплектация – это будет Supreme Plus, который стоит 1 миллион 941 тысячу рублей. Друзья, на мой взгляд, это наиболее интересная комплектация. Скажем так, вот здесь есть все самое необходимое. Здесь есть и камера, здесь есть вспомогательные системы, кожаный салон и электропривод. Но, если вам этого вдруг не хватает, здесь также есть дополнительные пакеты, которые могут сделать автомобиль чуть-чуть дешевле и могут сделать его дороже. Вплоть до 2 миллионов 180 тысяч рублей. Это если мы возьмем максимальный пакет, где у нас будет куча вспомогательных систем. Надо вам, пожалуйста, что по цене? Скинуть на этот автомобиль реально до 80-100 тысяч рублей. Подчеркиваю, это когда вы приходите за наличный расчет, придется поторговаться, придется поискать автомобиль. Но это реально. Либо же вы можете найти вариант, когда вам не сделают никакой скидки. Но на автомобиле будет стоять куча дополнительного оборудования. Вам дадут зимнюю резину. Мы переходим дальше. Версии Executive. Парни, когда она только появилась, поначалу все говорили, вау, интересная комплектация, потому что там пошла кожа на по. И я вам расскажу такую ситуацию. Обзванивая дилеров, я нашел автомобиль 2018 года, предыдущий, который до сих пор стоит и ждет своего владельца. Машина находится в цвете машин Грей, и дилер до сих пор ее не может скинуть. И скидку на него они готовы сделать вплоть до 150 тысяч рублей сходу. Соответственно, это говорит о том, что если приехать, поторговаться, скидка запросто может дойти до 200 тысяч рублей. Это за наличный расчет. Когда месяц-два назад я звонил дилерам, все говорили, что этих машин уже нет. Но тем не менее, оказалось так, что есть. Поэтому, если вдруг вы ищете автомобиль предыдущий, нужно обязательно прозванивать каждого дилера. И так касается во всем. Никогда не нужно думать, что ну ладно, вроде бы семерым позвонил, восьмому звонить не буду. Нет, друзья, нужно всем звонить. Это очень важно, потому что речь идет о экономии ваших средств. Если же говорить об этой комплектации, но 2019 года, то как показала практика, она не так востребована. Есть похожая история, как с комплектацией драйв с 2 литра. Машин очень мало завозят, потому что на них спроса практически нет. И как раз таки вот этим вы можете пользоваться. То есть просматривая видеоролик, вы уже понимаете, что драйв не актуальная комплектация. Экзекьюти в 2.5 тоже комплектация не востребована. Поэтому, найдя такой автомобиль у дилера, есть смысл торговаться. И комплектация Экзекьюти вам предлагает дополнительный пакет. С ним цена автомобиля составит 2 миллиона 260 тысяч рублей. И не забывайте, конечно же, плюсовать сюда ценник за цвет. И, к слову, все это время, пока мы сидим, снимаем, именно эта комплектация стоит у нас на заднем фоне. Давайте присядем в автомобиль и я вам немножко расскажу про условия при трейд-ин и при кредитовании. Если вы хотите взять автомобиль в трейд-ин, вот здесь очень много подводных камней. Смотрите, допустим, по Москве около 10 официальных дилеров. Для того, чтобы получить точную оценку от каждого дилера на его предложение, нужно будет каждому пригонять машину. Не получится так, что вы приехали в автоспецентр, посмотрели ваш автомобиль, сказали 400 тысяч рублей, мы его оценим. Вы приедете к другому дилеру, он вам сделает больше скидку и при этом автомобиль оценит либо 400 тысяч, либо даже дороже. Запросто может быть такое, что вы к ним приедете, вот к другому дилеру, 350 тысяч рублей. Или же наоборот, он вам скажет 450 тысяч рублей. Как они оценивают, одному богу известно, потому что я лично видел, когда мы приезжали, немножко блефовали. Нам говорили 415 тысяч, мы дилеру врали, говорили 450, и он нам говорил 445, и мы были довольны. Поэтому с трейдином здесь ситуация нужно взвешивать. Опять же, нужно смотреть, за сколько вы сами можете автомобиль продать на вторичке и как быстро. Какая-то дополнительная скидка идет. Так, например, если вы сдаете автомобиль в трейдин у Мазды, то дополнительная скидка начинается от 70 тысяч рублей. Если вы скидываете Мазду на Мазду, то там можно дойти до 110 тысяч рублей. Все зависит, какой у вас автомобиль и за сколько вам его оценят. Это очень важно. Поэтому будьте внимательны, изучайте рынок, смотрите, за сколько ваш автомобиль торгуется. И только после этого принимайте решение, как вам выгодно купить. Очень часто бывает с другими брендами, когда дополнительная скидка идет аж 300 тысяч рублей. И человек смотрит, на вторичке могу продать свою за 500. Тут ему оценили за 400, но при этом дают сверху 300. Таким образом он как бы скинул его за 700. Сами понимаете, что всегда можно найти выгоду в свою сторону. И сидя на заднем диване в Мазде 6, я с вами обслужу тему кредитования. Друзья, вы должны понимать, что самое страшное это именно кредит. Зачастую люди очень доверчивые и звоня мне рассказывают, что мне предлагают скидку 200 тысяч рублей. 250. Я говорю, в кредит? Да, в кредит. Как это все происходит, мы с вами уже неоднократно обсуждали. Я оставлю ссылку на ролик, где мы это подробно разбираем, чтобы вы могли посмотреть. Но кратенько вам рассказываю. Кредит, помимо основного долга, как правило, включает дополнительные продукты. Страхование жизни, габ-страхование, медицинское страхование. В общем, много чего может быть. Самое главное это, известит вас об этом дилер или нет. Поставит он вас перед выбором, что вы можете взять, но вам сделают как бы ниже процент. Или же вам выгоднее будет взять под сухой процент, но более высокий. Все это сугубо индивидуально. Но я вам для объективности скажу так. Это происходит абсолютно во всех официальных дилерах. Все менеджеры по кредитованию будут предлагать вам эту услугу. Поэтому будьте бдительны. Важно понимать, чтобы получить низкий процент. Например, 7,9 его реально получить. Но здесь первоначальный взнос должен быть внушительный. Так, например, если вы вносите 70% от цены автомобиля и берете автомобиль в кредит на 2 года, например, 500 тысяч рублей, то вы действительно получите 7,9 и от всех дополнительных продуктов от них реально отбиться. То есть только 7,9. В таком случае переплаты за 2 года по процентам составят в районе 40 тысяч рублей, а то даже и ниже. Поэтому все это сугубо индивидуально. За всем этим нужно смотреть. Какого-то общей вам рекомендации. Вот возьмите так. Ну не может такого быть. Потому что все мы разные. Кто-то приносит 300 тысяч рублей, кто-то миллион, кто-то 800. От всех этих сумм условия могут меняться. Опять-таки, очень важно, какая у вас кредитная история. Где вы обслуживаетесь. Куда привязана ваша зарплатная карта. И есть ли она у вас вообще. Каска на автомобиль. Очень часто все, кто заходят к дилерам и получают предварительный расчет по каскам, хватаются за голову. Потому что цифры запросто перешагивают за 100-150 тысяч рублей. Но это, как правило, начинается расчет из полного каска без франшизы. Что такое франшиза? Она есть 15 тысяч рублей, 30 тысяч рублей, больше-меньше. Факт в следующем. Если вы берете каска с франшизой и вдруг вы попадаете в какую-то неприятную ситуацию. И сумма ремонта превышает эту сумму, 30 тысяч рублей, то вы доносите 30 тысяч рублей. Все остальное за вас платит страховая компания. Если вы не виновник ДТП, то после всех ремонтов вы можете эти деньги еще и вернуть. Но если вы попросите страхового агента рассчитать вам каска как раз-таки с франшизой, например, в 30 тысяч рублей, вы будете приятно удивлены, так как цена упадет вдвое. Например, полная каска на этот автомобиль для человека со стажем в 10 лет может составить 70 тысяч рублей. И с франшизой я считаю это очень выгодно. Потому что на сегодняшний день, ну вы представьте, что должен быть за ремонт, когда цена вопроса будет до 30 тысяч рублей. Вот, например, не дай бог поцарапать или разбить здесь оптику, это уже ремонт на 100 тысяч рублей. Если же вы даже бампер поцарапаете, снять, покрасить или заменить его полностью, ну это будет цена свыше 30 тысяч рублей. Поэтому именно с франшизой, на мой взгляд, это самые лучшие условия. Угон Total на автомобиль реально найти по цене от 30 до 40 тысяч рублей на первый год. Это действительно реальные цены. Как их получить? Нужно позвонить всем страховым агентам. Либо обратиться к одному страховому агенту и попросить его, чтобы он всем раскинул запрос. Такие есть, скажем так, мультибрендовые агенты, которые работают со всеми. Они вам предоставляют список из 10 компаний, и по ним вы можете выбрать, где вам это выгоднее сделать. Важно понимать, что если у вас стаж 1 год, а вам все называют 200 тысяч рублей, а я тут рассказываю про 30-ку, то виноват тут не я с неправильной информацией, а все дело в вас, потому что у вас очень маленький стаж вождения. Ну и самая дорогая комплектация с турбовым мотором Executive Plus вам обойдется по цене 2 миллиона 244 тысячи рублей, или же аж 2 миллиона практически 400 тысяч рублей, если брать дополнительный пакет. Какие условия на эту комплектацию я на сегодняшний день сказать не могу, потому что автомобили завозят, и как правило, первые покупатели покупали их именно по прайсовой цене. Но в любом случае, я предполагаю, что на автомобиль запросто можно будет в конце марта, в конце апреля добиться скидки в 100 тысяч рублей. Но от этого приятней картины с одной стороны не становится, потому что ну не 2 400 ТАДАШ, а 2 300, и это будет передний привод. Здесь выводы делать только вам. Друзья, давайте с вами подводить итоги и разберемся, какую же комплектацию все-таки выбирать вам. Я считаю так, что если брать двухлитровый мотор, и самые простые комплектации, это выгодно тем, кто очень мало ездит на автомобиле. Вот очень часто я вижу во дворах, что машины стоят неделями, раз в неделю человек выходит, почистит ее от снега, куда-то съездит и все. Зачем ему переплачивать бешеные деньги за комплектации, когда ты ездишь на короткие расстояния? Поэтому для таких людей я рекомендую покупать попроще мотор и попроще комплектации. Всем тем, кто проводит в автомобиле больше времени, чаще ездит, выезжает за город, уезжает на дальнее расстояние, и, конечно, вам для комфорта выгоднее брать комплектации богаче, чтобы там была и вентиляция, и круговые обзоры, и камеры, и все-все-все, что скрасит ваше вождение автомобилем и владение им. Отметим надежность автомобиля. Друзья, как вы знаете, покупая этот автомобиль, мне многие писали и говорили, она у тебя взорвется к 40 тысячам, к 80 тысячам она у тебя полностью развалится. Тем не менее, я лично откатал на ней 130 тысяч, и никаких проблем глобальных я не имел. Но автомобиль, естественно, как и многие, не без косяков. Тоже можно столкнуться с заводским браком. Так, например, несколько человек сталкивались с поломкой коробки, и им ее меняли по гарантии. Я лично сталкивался с небольшими косяками. У меня облазили колесные диски, мне их заменили по гарантии. У меня была проблема с роликом натяжителя ремня, мне его тоже поменяли по гарантии. В общем, такие мелочи, которые, с одной стороны, ерунда, тем более тебе это меняют бесплатно, но, с другой стороны, это присутствует. Повальных нареканий на автомобиль, что вы будете жаловаться, вот такого не будет. Что стоит содержание автомобиля? По техническому обслуживанию в среднем от 12 тысяч рублей и выше. Опять-таки, нужно понимать, смотря какое ТО. Всегда можно попросить точно так же скидочку, и вам ее, поверьте, сделают. Если же покупать самостоятельно запчасти, и делать все это на стороне, у нас есть партнер канала, который занимается как раз-таки продажей этих автозапчастей. Вы можете купить все оригиналы напрямую у него. Все цены будут ниже в описании на его сайте. Досмотрев этот видеоролик до конца, теперь вы понимаете, какие присутствуют комплектации, какой порядок цен, на какие скидки стоит рассчитывать при наличном расчете, какая ситуация будет с трейдином, и что с кредитом. Это темный лес, здесь нужно все смотреть индивидуально. Я надеюсь, вам это было интересно, и это было полезно для вас. Давайте так, в описании к этому видеоролику я оставлю контакт на менеджера по продажам из этого автосалона, у которого я лично покупал автомобиль. Вы можете позвонить, сказать, что вы от Машкова, и он вам постарается сделать предложение интересное для вас. Но я вам еще раз говорю, друзья, для объективности всегда всем нужно звонить, собирать информацию со всех официальных дилеров. И также оставлю контакт на менеджера из автосалона Автомир на Ярославке. Девушку зовут Татьяна, у нее я тоже несколько раз покупал автомобили. Для меня она тоже делает интересные предложения, поэтому попробуйте позвонить и ей, и посмотрите, кто из них что вам предложит. Это я делаю для вашего удобства. Но, подчеркиваю еще раз, друзья, самые выгодные предложения достигаются лишь только тогда, когда вы обзвоните каждого официального дилера. Вот таким получился данный видеоролик. Пишите ваше мнение в комментарии, пишите, что вам понравилось, что вам не понравилось, что стоит дополнить. Все комплектации представлены на сайте, вы можете зайти детально изучить каждую. Друзья, обязательно подпишитесь на наш канал, обязательно напишите, про какой автомобиль снять следующее подобное видео. Обязательно подпишитесь на инстаграм нашего канала, ведь именно там выходят анонсы, и вы заранее можете принимать ваше активное участие. На этом у нас пока что все. Ставьте лайки, ставьте дизлайки. До новых встреч. Всем пока-пока.